Уважаемые коллеги, добрый день. И вместе с вами подумать о том, как совершенствовать нашу работу с тем, чтобы добиваться поставленных ориентиров. Хочу подчеркнуть главное. Оценивать качество реализации этих указов нужно, конечно, не по числу принятых решений, документов, планов и даже законов, а по тому, как меняется жизнь наших граждан, насколько улучшаются условия ведения бизнеса, изменилось ли состояние социальных отраслей и так далее. Начну с одной из ключевых сфер – это демография. В прошлом году в нашей стране вновь зафиксирован естественный прирост населения. Выросла рождаемость. В российских семьях появляется всё больше вторых и третьих детей. Так называемый суммарный коэффициент рождаемости уже практически достиг целевого показателя, установленного на 2018 год. Благодаря созданию современных перинатальных центров мы добились снижения младенческой смертности. Вышли на минимальный уровень за всю историю страны. Это действительно достижение. Большое достижение, учитывая, что с 2012 года наши врачи выхаживают детей с экстремально низкой массой тела. На протяжении почти 10 лет показатели смертности населения последовательно снижались. Впервые в мировом рейтинге здравоохранения Россия признана благополучной страной. Средняя продолжительность жизни составила почти 71 год, 70,93. Что хотел бы отметить в этой связи? Во-первых, мы с вами хорошо знаем. В связи с демографической, так называемой демографической ямой 90-х годов, число женщин репродуктивного возраста у нас по объективным обстоятельствам снижается. От этого никуда не деться. Поэтому я ещё к этому и вернусь, но просил бы соответствующие службы и Минздрав, и соответствующие статистические наши службы иметь в виду и давать нам чистые показатели, которые бы показывали не просто количество рождённых детей, а привязывали бы это к структуре населения и к возрастным группам. Потому что только так мы с вами сможем определить качество нашей работы. Вот на демографические ямы, скажем, 90-х годов мы повлиять уже никак не сможем, но повысить качество мы должны. И здесь тоже есть проблема, об этом ещё скажу позже. Что ещё хотел бы отметить? В последние месяцы показатель смертности стабилизировался, но, к сожалению, даже немного вырос. В чём причины? Увеличение продолжительности жизни изменило так называемую структуру населения, о чём я уже упоминал. Выросла доля граждан пожилого возраста. По расчётам специалистов это оказало непосредственное влияние на динамику смертности. Ну, естественно, что люди пожилого возраста из жизни уходят гораздо чаще, чем молодые люди, люди трудоспособного возраста. Там разница в разы. Я просил бы Министерство здравоохранения внимательно эту ситуацию отслеживать. Подчеркну, чтобы восполнить демографические изменения, ответить на возникающие вызовы, следует принимать дополнительные усилия по снижению смертности. Продолжать программы поддержки рождаемости, сбережение нации было и остаётся нашей ключевой задачей, решением которой должны заниматься все уровни власти. Особую роль в сохранении позитивных демографических тенденций должна сыграть социальная сфера. Здесь многое сделано для увеличения кадрового потенциала, улучшения качества услуг здравоохранения, образования, социального обслуживания. В целом статус, уровень жизни специалистов, занятых в этих важнейших областях, вырос. Работа врача, учителя становится престижной и привлекательной. Считаю необходимым отметить значительную роль субъекта Федерации в практической реализации принимаемых решений. Подавляющее число регионов обеспечило рост заработных плат врачей, педагогических работников, преподавателей вузов до среднего уровня по экономике. Сократилось число неэффективных организаций, не способных обеспечить надлежащее качество услуг для граждан. Проделана большая работа, иногда и болезненная работа, но необходимая. Вместе с тем, хотел бы вот на что, уважаемые коллеги, обратить внимание. Нельзя прикрываться только тем, что мы делаем нужные вещи. Нужно делать их ещё и с умом. Хотел бы как раз об этом и сказать, и обратить на это внимание. Министерств, ведомств, регионов недопустимо, когда снижается доступность важнейших социальных услуг, когда под видом оптимизации механически сокращаются койки, фельдшерско-акушерские пункты, подстанции скорой помощи, учреждения культуры, организации дополнительного образования детей. Необходимо осуществить жёсткий контроль за ходом оптимизации бюджетных учреждений, особенно в удалённых районах, особенно в сельской местности. Тема очень серьёзная, и обращаю, уважаемые коллеги, ваше внимание на это. Прошу счётную полоту подготовить подробный доклад о доступности социальных услуг для населения. Обсудим этот вопрос на одном из совещаний с членами правительства. Следующая тема – это развитие дошкольного образования. Здесь сделаны серьёзные шаги, надо сказать. За три года введено более 1 миллиона мест в детских садах. Уже в следующем году практически во всех регионах страны дети в возрасте от 3 до 7 лет должны быть обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Важно не просто построить саму коробку зданий. Этого мало. Нужно обеспечить комфортные условия пребывания детей и достойный уровень образования. Подготовить их к школе. Именно поэтому необходимо особое внимание уделить профессиональной подготовке педагогов, воспитателей, всех специалистов, работающих в системе дошкольного образования. Одновременно у каждой семьи должна быть возможность записать своего ребёнка в детский сад с помощью интернета. Мы об этом с вами тоже говорили неоднократно. Механизм электронной очереди нужно сделать понятным, прозрачным, чтобы он гарантировал место в детском саду. Прошу министра образования и науки сегодня доложить нам, как организована работа по развитию дошкольного образования, как работает вот эта самая электронная очередь. Хотел бы в целом отметить позитивные перимена в сфере образования. Более объективным становится механизм единого государственного экзамена. Конечно, дискуссия в обществе ещё продолжается по этому вопросу. Не будем здесь окончательно точку ставить, но всё-таки позитивные движения тоже есть. Формируется система поддержки талантливых детей. Растёт международный авторитет ведущих отечественных университетов. Наша высшая школа последовательно избавляется от так называемых псевдо-вузов. У нас есть хорошие заделы и по другим направлениям. В настоящее время уже действует 1823 многофункциональных центра. За счёт этого уже 64% наших граждан имеют возможность получать наиболее востребованные услуги по принципу одного окна. Рассчитываю, что к концу текущего года работа по созданию МФЦ будет в целом завершена. Постепенно решаются вопросы трудоустройства инвалидов, создания для них специальных рабочих мест. Хотя мы сами знаем, что здесь ещё работа, что называется, «Непочатая кара». Очень сложно и очень медленно решаются эти вопросы. Хотя и часть мер реализуется по поддержке детей с ограниченными возможностями по здоровью, да и взрослых тоже. Заработала программа переселения из аварийного жилья, а точнее продолжает работать. Восстановили мы её. Большинство регионов с этой задачей справляются. Отмечу, что ощутимые успехи есть под тем направлением, где задачи, обозначенные в указах, стали реальным приоритетом для органов власти всех уровней. Где федеральные центры и регионы действуют сообща, вместе добиваются поставленных целей, опираются на поддержку общества. Важно, чтобы все начатые преобразования были продолжены. Приобрели по-настоящему системный характер, чтобы граждане страны чувствовали позитивные изменения во всех сферах. И ещё ключевым фактором движения вперёд, конечно, является гражданская позиция, инициатива людей. Активную роль в реализации намеченных планов играют деловые объединения, активисты Общероссийского народного фронта. Зачастую они буквально заставляют, к сожалению, чиновников добиваться практических результатов, быстрее принимать необходимые обществу и стране решения, осуществляют настоящий народный контроль, мониторинг за исполнением задач, поставленных в указах. Рассчитываю, что участие граждан в нашей общей работе будет расширяться, тем более, что с текущего года начнётся внедрение системы независимой оценки качества услуг в социальной сфере. Имею в виду больницы, поликлиники, школы, детские сады. Это должно стать серьёзным стимулом для развития всей социальной сферы России. Уважаемые коллеги, в майских указах обозначены стратегические цели нашего развития. Их достижение призвано обеспечить динамичное развитие и самодостаточность страны, благополучие граждан России. Это самый весомый ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Трудности текущего этапа должны стать дополнительным стимулом для поиска резервов и нестандартных решений для более рачительного, акцентированного использования средств. Вместе с тем, указы формировались, конечно же, в другой экономической и внешнеполитической ситуации. Мы с вами прекрасно это понимаем, должны понимать и, естественно, должны учитывать это обстоятельство. Сейчас мы действуем в условиях ряда ограничений. Возможно, для решения некоторых задач в силу объективных обстоятельств необходимо и больше времени. Но, повторяю ещё, самое важное, резервы надо искать, они у нас есть. Сразу хочу подчеркнуть, по тем направлениям, где достигнуты целевые показатели, например, по заработным платам, мы обязаны эту планку держать. Никакого отката назад быть не должно. Понятно, что в текущих условиях у отдельных руководителей и на местах, и на федеральном уровне есть большой соблазн минимизировать задачи или вообще объяснить свою собственную неэффективность тем, что ситуация изменилась, и таким образом себя ответственность снять. В этой связи хочу отметить следующее. Мы действительно многое сделали, но по ряду направлений ощутимых результатов пока недостаточно. И виноваты здесь чаще всего не какие-то внешние условия, хотя они тоже есть, и тоже это объективный фактор, но, как правило, это внутренние проблемы. Порой живая работа сводится к написанию планов, инструкций. За ними нет понимания реальной ситуации на местах, нет желания доводить дело до конца, добиваться практических результатов. И вновь обращаю внимание, указы подписаны три года назад. Нужно отчитываться, ещё раз говорю об этом, не о планах, а о реальных изменениях в жизни людей, в жизни общества. Так мы по-прежнему не можем задействовать ключевой резерв развития экономики, имея в виду рост производительности труда. По итогам 2014 года он составил всего полпроцента, а по итогам первого квартала текущего года показатель вообще ушёл в минус. Мы с вами понимаем, что это вообще ключевая вещь. От этого зависит всё. И развитие экономики, и обеспечение темпов её роста необходимых, и в конечном итоге решение социальных задач. Напомню, поставлена задача к 2018 году увеличить производительность труда в полтора раза относительно уровня 2011 года. Это значит, что ежегодно она должна расти не менее чем на 6%. Понятно, что хочется, как я уже говорил, сослаться на кризис, на инвестиционный спад. В этой связи приведу пример обрабатывающих отраслей промышленности. А они, испытывая давление внешних факторов, тем не менее добиваются конкретных, положительных, достаточно весомых результатов. Здесь на крупных и средних предприятиях производительность труда выросла на 5,3%. То есть мы почти достигли того уровня, который обозначили в качестве целевого. В тех сферах, где не ссылаются на трудности, а стараются решать задачи, удалось выйти на двузначные цифры роста производительности труда. По десяти крупнейшим предприятиям ОПК рост производительности труда превысил 20%. Ну, конечно, у нас и программа действует, поддержки и переоснащение ОПК, в которые мы деньги заложили приличные, там, на почти 3 триллиона. Но это не значит, что в гражданских отраслях у нас нет резервов и нет возможности обеспечивать соответствующую нужную нам динамику. Почему не удается выйти на устойчивый темп роста производительности труда по всей экономике? В том числе потому, что до сих пор не заработали действенные стимулы для бизнеса. Нужно их обновлять, ликвидировать устаревшие всякие механизмы, которые мешают развиваться. Нужно создавать новые высокотехнологичные рабочие места, о чём мы много раз говорили, избавляться от архаичного оборудования. Отмечу также, что в указах была поставлена задача поддержать средний бизнес, создать условия для инвестиций в новые производства. Но ряд решений так и остался, к сожалению, на бумаге. Речь в том числе идёт о предоставлении госгарантий по кредитам. В условиях объективного ограничения финансовых ресурсов не сделаны важнейшие шаги, призванные обеспечить эффективное расходование бюджетных средств. Так, использование механизма технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, реализуемых за счёт государственных средств, всё ещё носит единичный формальный характер, причём никакой реальной экономии средств пока не даёт. Далее. Сегодняшняя ситуация требует выверенных и быстрых мер государственного реагирования. В этой связи я хотел бы затронуть проблему лекарственного обеспечения. Здесь есть серьёзные проблемы, и это показала прямая телевизионная линия с гражданами. Министр здравоохранения докладывал, что правительство своевременно выделало необходимые ресурсы, сколько там, 16 миллиардов ещё дополнительно. Но министерство даже не хочет их брать из Минфина, потому что считает, что все лекарственные препараты, необходимые и входящие в эту категорию, уже имеются в наличии. Но вопрос возникает, а почему до людей-то они не доходят? Приведу некоторые цифры. По данным Общероссийского народного фронта, более половины льготников отмечают, что необходимые лекарства не всегда бывают в аптеках, и приходится их ждать, искать или дополнительно заказывать. Я прошу министра здравоохранения сегодня подробно рассказать о том, что сделано в самое последнее время. Я знаю, что вы планируете определённые шаги в этом направлении. И что нужно сделать в ближайшее время. И ещё одна важная тема, на которой я хотел бы остановиться отдельно. В указах поставлена задача снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий. За счёт активных, целенаправленных усилий правительства и регионов в 2007-2009 годах, в том числе в рамках нацпроектов, удалось существенно изменить ситуацию к лучшему. Но в последнее время серьёзных сдвигов нет. Смертность от ДТП не снижается. Конечно, отсутствие положительной динамики можно объяснить тем, что существенно вырос парк автомобилей за три года на 20%. Но это прежде всего означает, что надо предпринимать дополнительные усилия для снижения смертности на дорогах в ДТП. И прошу правительства серьёзно заняться этой проблемой. Считаю также необходимым вынести этот вопрос на заседание Государственного совета. Совместно с губернаторами, руководителями политических партий выработать дополнительные меры по снижению смертности от ДТП. И прежде чем мы перейдём к дальнейшей работе, я хотел бы вновь повторить. Всё, что мы обещали людям, обязательства, которые брали на себя, мы должны исполнять. Мы должны стремиться к исполнению всего, о чём договорились. Я уже сказал и хочу ещё раз подчеркнуть. Понятно, что ситуация меняется, но не меняется, а изменилась. Понятно, что указы писались и готовились и принимались в другой экономической и внешнеэкономической ситуации. И, конечно, мы должны сделать поправку. Но я вот это уже говорил, хочу ещё раз повторить. Всё равно мы должны будем это сделать. Если тактически нужно что-то сделать, перенести, тогда нужно прямо и ясно об этом сказать, объяснить, что и как, почему это происходит. И сказать, что будет сделано в ближайшее время, как будет сделано и когда, и какие показатели будут достигнуты. Давайте поговорим об этом поподробнее. Да, ну и, конечно, формально нельзя подходить. Вот я уже говорил о оптимизации, скажем, сети в здравоохранении. Но в некоторых у нас субъектах, на селе, там вообще количество фабов не увеличилось, а уменьшилось. Это вообще недопустимо. Просто коллеги идут просто по пути наименьшего сопротивления. Надо показать, что оптимизировали сеть. Взяли то, что полегче, почикали там и всё. А как людям жить, как им получать элементарную медицинскую помощь, об этом никто и не думает. Ну, давайте поговорим поподробнее. Пожалуйста. Кто у нас? Хорошо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги. Те задачи, которые поставлены перед правительством в указах президента Российской Федерации от 7 мая, занимают ключевое место в работе министерства. И я остановлюсь на трёх направлениях деятельности. Несколько слов о тех результатах, которых вы сказали. Это демографическая политика, фактически действительно удалось достичь показателя по суммарному коэффициенту рождаемости. Этот показатель отражает количество детей в средних, рождённых одной женщиной. И, как вы, Владимир Владимирович, отметили, что несмотря на то, что у нас будет возможно суммарное количество рождений и женщин в репродуктивном возрасте снижаться, вот именно этот показатель, суммарный коэффициент рождаемости, он нивелирует те изменения в структуре населения и учитывает именно количество детей на одну женщину. Мы ставим перед собой задачу к 2020 году достичь этого показателя на уровне порядка 1,85 и тем самым приблизиться к самым успешным странам Европы. Сегодня, достигнув показателя 1,75, мы фактически обогнали такие страны, как Австрия, Германия, Италия и ряд других стран Европы. Но резервы ещё здесь есть. Хотел бы отметить при этом, что ключевое значение при достижении этих показателей и вклад в достижение этих показателей внесли такие новые инструменты поддержки семей с детьми, как пособие на третьего и последующего ребёнка, которое сегодня у нас выплачивается уже 220 тысячам семей. Год назад такое пособие выплачивалось менее чем 100 тысячам семей. Мы продолжаем софинансировать регионы, все регионы, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем в среднем по Российской Федерации. И чтобы не быть голословным, вот те регионы, которые ввели такое пособие, которому мы оказываем финансовую поддержку, у них количество детей, третьих и последующих детей за два года выросло на 20%, а те регионы, в которых такое пособие не установлено, там показатель всего прирост меньше 10%. И суммарный коэффициент рождаемости в этих регионах растёт в 2,5 раза быстрее, нежели чем в других регионах. Поэтому здесь как раз, как нам кажется, два года работы с этим показателем и с этим пособием показали его эффективность. Работа по повышению заработной платы в тесной связи с достижением качественных показателей также находится под особым контролем. Приведу несколько цифр. Если до начала реализации указов у нас соотношение зарплат в образовании к средней зарплате по России составляло 67%, то 2014 год – это уже 79%. В здравоохранении соотношение выросло с 78% до 87%. То есть существенный сдвиг, перелом тенденции произошёл. Мы контролируем ситуацию и самое ключевое внимание в предыдущие годы и в 2015 году будет уделено тем двум категориям, которые определены указами и которые уже должны быть исполнены регионами – это педагоги школ и педагоги дошкольных учреждений. Если брать прошлый год, то отстающих регионов было по дошкольным учреждениям 23, а по школам – 3 региона. На 2014 год практически все регионы справились с задачей, и всего у нас отстающих по школам 2 региона, по дошкольным учреждениям 8 субъектов Российской Федерации. Но это очень незначительное отклонение. Мы с ними работаем и уверен, что в этом году эта задача будет исполнена. Также очень серьёзное внимание мы уделяем проблеме дифференциации в заработной плате. Были приняты решения о введении ограничений дифференциации в заработной плате между руководителями и средней заработной платой в учреждениях. Регионы исполняют эти задачи, и в среднем соотношение между заработной платой в учреждениях социальной сферы и руководителей составляет практически не более 1 к 4. Мы даже начинали с 1 к 8, а в принципе сейчас гораздо более разумное соотношение в регионах установлено и соблюдается. Здесь мы продолжаем работу в этом направлении. Подготовили законопроект, которым будут предусматриваться введения таких же ограничений не только для руководителей, но и заместителей руководителей учреждений, главных бухгалтеров. И будет введено декларирование сведений о доходах для этих лиц. Что касается структурных изменений, то здесь я хотел бы отметить, что изменения происходят с внедрением и новых технологий, и постоянным уточнением функций структурных подразделений, прежде всего тех, которые носят обслуживающий характер. Изменяются трудовые обязанности работников. Мы продолжаем работать по теме профессиональных стандартов и перевели это в формат работы с профессиональным сообществом, с объединениями работодателей. Также идёт работа по исполнению нормативов объёмов оказываемых услуг. Надо сказать, что ряд регионов, конечно, допускают нарушения этих соотношений, которые подписаны в соглашениях с губернаторами, но всё-таки по тем нормативам, которые устанавливаются, по нормативам прежде всего обучения в расчёте на одного педагогического работника, большинство регионов справляются с этой задачей. Постепенно повышается престиж работы в отраслях социальной сферы, и в ряде регионов отмечен практически двукратный рост выпускников высших учебных заведений, которые приходят в школы по сравнению с 2012 годом. Во многих регионах этот показатель удвоился. Растёт численность педагогов в возрасте от 23 до 35 лет. Это тоже такая положительная динамика наблюдается. Мы ведём эту работу в постоянном контакте с профессиональными союзами, с Общероссийским народным фронтом, со счётной палатой, с тем, чтобы, как вы сказали, не допускать, и выявлять, и не допускать, и потом, если это возникает, исправлять те ошибки, которые связаны именно с обеспечением качества и доступности услуг. В этом году планируется на повышение заработной платы из федерального бюджета и из бюджетов субъектов Федерации выделить 61 миллиард рублей. При этом эти деньги предусмотрены в бюджетах, уровень заработной платы должен быть сохранён. И при этом 30%, как и предусмотрено указом, пока по тем соглашениям, которые подписаны с регионом, это именно внутренние ресурсы, как вы сказали, Владимир Владимирович. Очень коротко по независимой оценке. Вы тоже сказали о том, что вступил в силу закон. Эти сейчас механизмы внедряются в регионах, нормативные акты принимаются. Но мы исходим из того, что действительно это совершенно новый инструмент оценки деятельности организации, когда не чиновники принимают участие в оценке, а именно общественные организации, профессиональное сообщество путём опросов населения. И население будет непосредственно давать оценку работы организации. Какие это показатели? Например, в здравоохранении это доступность записи к врачу, это срок ожидания плановой госпитализации. Такие опросы будут проводиться, и население будет оценивать работу именно с точки зрения его восприятия. Эти результаты независимой оценки обязательно должны учитываться организациями при изменении планов своей деятельности. Эта сейчас работа действительно настраивается в регионах. Мы очень надеемся на обратную связь. И буквально несколько слов по рабочим местам, по инвалидам. Вы сказали, что эта работа идёт медленно. У нас те показатели, которые указами установлены, это 14,2 тысячи рабочих мест в год, этот показатель исполняется. Даже он превышается на 5% где-то. Причём мы уделяем наибольшее внимание именно тем инвалидам, которые имеют наиболее тяжёлые группы инвалидности, первой и второй группы. Это именно специализированные рабочие места. Мы ставим перед собой в качестве задачи действительно расширить охват и уделить этой теме достаточно серьёзное внимание. Сейчас готовится новая редакция программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы. И в рамках этой программы мы вместе с коллегами из других министерств ведомств, вместе с общественными организациями этой теме уделяем серьёзное внимание. И в ходе бюджетного процесса на 2016-2018 годы эта программа будет подготовлена. И в ней эти мероприятия найдут, я уверен, своё отражение. И мы повысим доступность для трудоустройства инвалидов и решим ряд других задач. Спасибо. Доклад закончен. Спасибо. Я предлагаю так. Мы коллег послушаем, а потом подискутируемся вместе. Пожалуйста, Вероника Игоревна. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Основные ориентиры, в соответствии с которыми развивалось российское здравоохранение в 2014 году, были заданы указами президента и стратегическими документами правительства Российской Федерации. В соответствии с ними за год, как вы уже сказали, продолжительность жизни россиян увеличилась до своего исторического максимума. Младенческая смертность, являющаяся главным международным индикатором эффективности национальных систем здравоохранения, снизилась до исторического минимума. Достигнута цель развития тысячелетия Организации Объединенных Наций по снижению материнской и детской смертности. Сократилась смертность от основных причин смертности у взрослых, инсультов и инфарктов миокарда. Значительно увеличилась активная выявляемость онкологических заболеваний на ранних излечимых стадиях. Во многом это стало возможным за счет расширения государственных программ профилактики. За год осмотрены более 40 миллионов человек и одновременно повышение объема высокотехнологичной медицинской помощи на 40% за год, в том числе 26% объемов высокотехнологичной медицинской помощи получили жители села. Особое внимание было уделено совершенствованию лекарственного обеспечения. Фармацевтический рынок нашей страны стал одним из самых крупных и перспективных. В 2014 году его объем достиг 919 миллиардов рублей. В стране находится в обращении почти 80 тысяч лекарств по 3 тысячам международных непатентованных наименований. При этом доля продаж отечественных лекарств превысила 25% в денежном выражении и более 60% в упаковках. Мы вышли на передовые рубежи в мире по территориальной доступности лекарств. Их продажи осуществляют более 120 тысяч аптечных и медицинских организаций. Из них более 26 тысяч расположены в сельской местности. Таким образом, одна аптечная организация приходится в среднем в нашей стране на 1700 жителей, что в 2,5 раза выше по доступности, чем в развитых зарубежных странах. За период с 2013 года подготовлены и приняты нормативные правовые акты, включая 5 федеральных законов, направленные на совершенствование процедур регистрации лекарственных препаратов, государственного контроля и надзора за их обращением, регулирование цен. Это позволило в 2 раза уменьшить число отказов в государственной регистрации лекарственных препаратов без снижения требований к их качеству и на четверть сократить сроки регистрации. В 2014 году правительством утверждены новые правила формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством. Перечень был расширен до 608 международных непатентованных наименований, то есть превысил 20 тысяч торговых форм, обеспечивающих лечение всех основных заболеваний. 68% из них производится в России. Разработан и утвержден также перечень лекарств, наиболее востребованных населением, которые обязаны быть в каждой аптечной организации. Этот обязательный минимальный ассортимент включил 48 непатентованных наименований или 155 торговых лекарственных форм. Из них уже 96% производится в России. Росздравнадзором проводится ежемесячный мониторинг ассортиментной доступности и цен на лекарства в аптечной сети во всех регионах страны. А с декабря 2014 года он дополнен еженедельным выборочным анализом цен. За первый квартал 2015 года розничные цены на жизненно важные препараты увеличились в среднем на 6,6%. Наиболее значительно повысились цены на препараты стоимостью до 50 рублей на 8,6%. Но при этом цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень, повысились более существенно на 16,5%. Наряд препаратов нижнего стоимосного сегмента цены увеличились в несколько раз, что подтверждает значимость государственного регулирования цен на лекарства. С 1 июля в соответствии с принятым в марте текущего года федеральным законом вступит в силу новая методика ценообразования на лекарства, которая обеспечит дальнейшее сдерживание цен при сохранении необходимого ассортимента. Обширность фармацевтического рынка, большое количество разнообразных его участников требует постоянного контроля за лекарственным обеспечением населения. Совместные проверки, проведенные в первом квартале 2015 года, Росздравнадзором, органами прокуратуры и исполнительной власти субъектов Российской Федерации выявили более 2000 нарушений законодательства по формированию цен на лекарства в аптеках и на оптовых складах. Возбуждено почти 800 дел об административных правонарушениях. В большинстве случаев нарушения были связаны с превышением установленных оптовых и розничных торговых надбавок на лекарства. В настоящее время поручением председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева ответственным федеральным органам за согласование решений субъектов Российской Федерации по установлению или изменению предельных торговых надбавок определена Федеральная служба по тарифам. Подготовлен и внесен в правительство законопроект, закрепляющий это полномочия. В то же время государственный контроль за применением цен на жизненно важные препараты является полномочием субъектов Российской Федерации. Очевидна необходимость повышения его эффективности. Для этого правительством утвержден порядок осуществления регионального государственного контроля. Доступность лекарственных препаратов во многом определяется эффективностью закупочной политики. В 2014 году были продлены на три года полномочия Минздрава по централизованной закупке лекарств по высокозатратному нозологию. Это позволило в конце 2014 года осуществить поставки препаратов во все регионы страны в объеме почти девятимесячной потребности. По рекомендации Минздрава в субъектах Российской Федерации также ведется работа по централизации закупок. И уже 37 регионов перешли на этот эффективный механизм. Важно отметить, что общие затраты регионов на льготное лекарственное обеспечение в 2014 году повысились на 20% по сравнению с 2013 годом, а на пациентов с орфанными заболеваниями – на 67%. В настоящее время объем лекарственных препаратов для льготных категорий населения, закупленных за счет средств и федерального, и регионального бюджетов, превышает четырехмесячную потребность. На отсроченном обслуживании находится 0,04 и 0,05% рецептов от их общего количества. Вместе с тем, жалобы граждан и проверки, проведенные Росздравнадзором, показывают, что даже при наличии лекарств на региональных складах выявляются факты несвоевременного льготного лекарственного обеспечения. Причиной этих нарушений, как правило, является неэффективное управление товарными запасами. Лишь 44 субъекта Российской Федерации в полном объеме используют возможности специально установленной в каждом регионе программы управления фармацевтическим рынком. Данный вывод подтвержден материалами независимого мониторинга экспертов Общероссийского народного фронта. С апреля 2015 года Росздравнадзором была открыта горячая линия для приема обращений граждан о нарушениях в лекарственном обеспечении. Аналогичные горячие линии должны быть созданы органами исполнительной власти субъектов. По результатам проверок в настоящее время восстановлены права более 2,5 тысяч граждан, а также переданы в прокуратуру материалы о списании просроченных и неиспользованных лекарств в 8 субъектах Российской Федерации на общую сумму 53 миллиона рублей. Важным направлением работы является обеспечение качества и безопасности лекарств. В 2014 году Минздравом подготовлено 13-е издание государственной фармакопеи Российской Федерации. Во всех федеральных округах, в том числе в Крымском, организована работа государственных лабораторных комплексов, способных проводить испытания качества лекарственных средств любой степени сложности, в том числе непосредственно в аптечных и медицинских организациях с помощью передвижных экспресс-лабораторий, использующих новые методы неразрушающего анализа. Общий объем государственного контроля расширился в 1,6 раза и составил 16% от всех серий. При этом доля недоброкачественных серий составила менее 1%. В 2014 году законодательно была закреплена уголовная ответственность за оборот фальсифицированной медицинской продукции. В соответствии с принятыми в декабре 2014 года законами упростилась процедура инициативного нанесения производителями маркировки на упаковке лекарств для защиты их от подделок. До конца текущего года по вашему поручению, Владимир Владимирович, будет разработана единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов на территории страны и начато ее поэтапное внедрение. В заключении хотелось бы заверить, что эффективная реализация разработанного комплекса МИР по совершенствованию лекарственного обеспечения россиян всеми участниками процесса позволит обеспечить наших граждан необходимыми качественными и безопасными лекарственными препаратами. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Леонид Дмитриевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я хотел бы начать с того, что в нашу школьную систему, с тем общего образования, в течение последних лет сделаны очень серьезные инвестиции с точки зрения оснащения школ всем самым необходимым, и с точки зрения повышения уровня квалификации, социального статуса школьных педагогов. И мы уже сейчас видим существенное улучшение качества работы наших школ. Максим Анатольевич сказал, что в школах увеличивается число молодых учителей, мы это считаем крайне важным, крайне позитивным, улучшается работа наших педагогических вузов, которые готовят педагогические кадры, увеличивается количество детей, которые участвуют в олимпиадах и различных творческих интеллектуальных конкурсах. Вот, например, во Всероссийской олимпиаде школьников, нашей главной олимпиаде, естественно, на всех этапах, начиная со школьного и заканчивая всероссийским, участвовало в прошлом году 7,5 миллионов школьников. Такого не было никогда. Каждый год охват детей увеличивается. И как следствие этой массовости улучшаются результаты наших сборных команд на международных олимпиадах школьников, которые проводятся по школьным предметам. Например, в прошлом году наши команды завоевали 19 золотых медалей, такого не было никогда. По химии мы заняли первое место в мире, а по физике, математике, астрономии, информатике вошли в пятерку лидеров. Это очень хороший показатель. И, естественно, те изменения организационные и технологические, которые сделаны в процедуре проведения единого государственного экзамена, обеспечили его большую объективность, открытость, дали нам четкую диагностику состояния нашей школьной системы, в том числе и тех ее частей, которые пока неблагополучны. Мы знаем, какие школы у нас слабые, и мы с каждым регионом ведем системную работу по помощи этим школам в решении тех проблем, которые перед ними стоят. Среди высшего образования я могу сказать и определить в качестве большого успеха то, что наши вузы, пять из них, впервые попали в первую сотню международных предметных рейтингов по отдельным направлениям образования и науки. Это тоже значимое достижение. Конечно, в глобальных рейтингах пока мы еще цели, поставленные в указы, на 2020 год не достигли, но мы к ней приближаемся с каждым годом, увеличивая представительство наших ведущих университетов в этих международных системах оценивания качества высшего образования. Более подробно остановлюсь на двух уровнях образования, в которых на 2012 год проблема с доступностью для граждан была наиболее острая. Это дошкольное образование и это дополнительное образование детей. В дошкольном образовании мы с учетом накопленной на 2012 год очереди, с учетом положительной демографической динамики, оценивали, что к 2016 году необходимо создать более 1,2 млн новых мест в системе дошкольного образования для того, чтобы обеспечить стопроцентную доступность для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Исходя из этого, правительство начало трехлетнюю программу помощи регионам по созданию этих мест, по результатам двух лет реализации этой программы создано более около 800 тысяч новых мест. В целом доступность в среднем по России превысила 95%. Это очень неплохой результат. И действительно были сделаны серьезные инвестиции и на федеральном уровне, и на региональном уровне. И мы внимательно следим за эффективностью этих инвестиций. И если в 2013 году мы увидели, что у нас практически нету типовых опробованных проектов новых зданий детских садов, просто потому что в течение нескольких лет, а в некоторых крупных городах и десятилетия новые детские сады вообще не строились. В 2014 году уже 50% новых зданий детских садов было построено с использованием проектов повторного применения, и, как следствие, стоимость одного места в таких детских садах почти на 10% снизилась. А в этом году уже 100% новых зданий будет строиться обязательно с использованием типовых проектов. Конечно, крайне важно это создание современной образовательной среды в детских садах, повышение квалификации педагогов. Была обеспокоенность и на региональном уровне у нас связана с тем, что рост доступности будет сопровождаться ростом нагрузки на педагогов дошкольного образования, увеличением чрезмерном наполненности групп, но этого не произошло. У нас на 2-3% увеличилась действительно нагрузка на одного педагога, мы считаем этот рост вполне приемлемым. Если в среднем по России это 11 воспитанников на одного педагога, тем не менее в некоторых регионах мы видим показатели 15%, даже 19%, и в этом случае в ручном режиме на уровне дорожных карт через этот механизм регулируем соответствующие проблемы. Электронная очередь, о которой вы сказали, это действительно механизм обеспечения прозрачности и упрощения для каждого гражданина, для каждой семьи, у которой есть необходимость в месте в детском саду для своего ребенка это место получить. Сейчас электронная очередь работает в каждом регионе, в том числе в Крыму и в Севастополе идет ее наладка. Мы видим те проблемы, которые иногда возникают, они связаны с некорректным использованием существующих регламентов. Иногда действительно дети, которые стоят в очереди, отодвигаются по каким-то причинам. Сейчас все эти механизмы отлаживаются для того, чтобы сделать этот механизм максимально объективным и прозрачным. Задача в том, чтобы у нас был не только управленческий учет того, сколько детей реально нуждаются вместе в детском саду, но чтобы каждая семья могла без проблем в максимально облегченном режиме и записать своего ребенка в детский сад, и получить место. Сейчас каждый ребенок получает на выбор не одно, а несколько предложений получить место в детских садах, естественно, располагающихся поблизости к месту жительства семьи. У нас на сегодняшний день уже примерно в 30 регионах обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования, но регионы двигаются с разной скоростью. Многие из них, кстати, начали решать эту проблему еще до того, как указы были приняты, поэтому ситуация довольно неоднородна. Есть у нас примерно 12-15 проблемных регионов. Это, прежде всего, Республики Северного Кавказа, это несколько регионов в Сибирском федеральном округе, где действительно накопленная очередь довольно значительная. Если правительство, мы работаем над этим, в 2015 году сохранить все объемы финансирования с федерального бюджета, которые были в прошлые годы, то мы за исключением этих 12-15 регионов полностью проблему стопроцентной доступности дошкольного образования решим. В этих регионах придется еще в течение года или двух заниматься решением этой проблемы, но мы будем это делать уже через другие программы, не через эту всероссийскую программу. Несколько слов о дополнительном образовании детей. Считаем эту систему чрезвычайно важной. Это элемент системы воспитания, профессиональной ориентации наших детей и молодежи. У нас за два года охват детей различными программами дополнительного образования увеличился на миллион человек, то есть с 11,5 до 12,5 миллионов. Это с учетом тех задвоений, которые есть, когда некоторые дети, многие точнее, посещают сразу несколько программ. Таким образом, в целом система динамично развивается, увеличивается и количество школьников, которые посещают кружки и различные секции в школах. Мы сейчас уже вышли по этому показателю на уровень последних лет Советского Союза после спада, который был в 90-е годы, и двигаемся дальше. Но здесь действительно крайне важно, чтобы в регионах обеспечивала сохранность той сети организации дополнительного образования, которая есть. Мы за этим следим. За два года произошло сокращение на 150 организаций из 11 тысяч. Это вроде бы немного, но, тем не менее, здесь каждый случай нами отслеживается. В основном это связано с реорганизацией учреждений дополнительного образования, с созданием на основе нескольких таких крупных, многопрофильных организаций дополнительного образования. Мы понимаем, что это действительно способ иногда сэкономить на управленческих издержках, более эффективно использовать ресурсы, но здесь крайне важно, чтобы была обеспечена доступность и качество тех образовательных программ, которые в таких многопрофильных организациях реализуются. В течение этого года будет решен вопрос перехода на новые механизмы финансирования, нормативно-подушевого, что обеспечит прозрачность и объективность для граждан, и понимание того, как эти учреждения финансируются. Одновременно мы также в этом году закрепим на федеральном уровне требования к социальной доступности организации дополнительного образования. Это будет сделано путем изменения уже личного законодательства, для того, чтобы у каждого ребенка, у каждой семьи было четкое понимание того, как права детей на получение дополнительного образования будут реализованы на практике. Очень важная тема и для дошкольного, и для дополнительного образования – это более активное вовлечение негосударственного сектора. Здесь сейчас приняты необходимые решения. Это действительно мощный ресурс, который пока еще не в полном объеме задействован. Мы обеспечим и равенство государственного, и негосударственного сектора в доступе к бюджетным средствам. Мы обеспечим поддержку отдельных, в том числе крупных, проектов в сфере дошкольного и дополнительного образования детей. В некоторых регионах, например, за счет негосударственного сектора создано больше 10% мест в детских садах, а в некоторых это цифра на нуле. То есть вот это тот самый ресурс для повышения эффективности, который у нас есть, мы будем его активно использовать. Спасибо. Спасибо большое.